Вы смотрите МассМедиа Камчатка. Сегодня в выпуске. Участок дороги до посёлка Октябрьский усть Большеретского района разрушил шторм в Охотском море. Закладчиков ищут полицейские на биатлонном комплексе и лыжной базе Лесная в Петропавловске. С проведённым электроснабжением будут выдавать участки участникам СВО и членам их семей на Камчатке. Подробности далее. Участок дороги до посёлка Октябрьский усть Большеретского района разрушил шторм в Охотском море. Районная администрация отслеживает ситуацию. Введён режим «Повышенная готовность». Двое суток пушевала стихия по западному побережью Камчатки. Сегодня 29 ноября. Погода стихает. Видим, что размыло порядка 800 метров дороги, соединяющейся с посёлок Октябрьский. На сегодняшний день дорога всё ещё закрыта. Дорожные службы приступили к ремонтно-остановительным работам. Топливопродуктопитание в посёлке имеется. В настоящий момент отрезан. Отрезанным остаётся порядка 1200 человек. В посёлке круглосуточно дежурит бригада скорой помощи усть Большеретской районной больницы. В случае необходимости вывоза больного в населённый пункт прибудет высокопроходимая техника. Многочисленные переломы получил восьмиклассник. В пионерской средней школе имени Евсюковой придётся заплатить за серьёзную травму ученика, которую он получил на тренировке. Установлено, что в мае этого года подросток на спортивной игре получил травмы в виде многочисленных переломов ноги, квалифицированных как тяжкий вред здоровью. Условия безопасности при тренировке не были соблюдены. Ребёнок перепрыгивал через препятствия, а именно металлический забор, используемый в качестве ограждения территории школы под присмотром учителя. Директору пионерской средней школы внесено представление, а в суд направлено заявление о взыскании морального вреда в пользу несовершеннолетнего. По результатам рассмотрения иска судом с образовательной организацией в пользу несовершеннолетнего, взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Аферисты взламывают аккаунты боссов и пишут их подчинённым. На Камчатке зафиксирован новый вид мошенничества. В последнее время жителям Камчатского края очень часто поступают сообщения в бессенджерах от их руководителей, которые сообщают, что в ближайшее время им поступит звонок от представителей правоохранительных органов и необходимо выполнить все их требования. Через некоторое время потерпевшему действительно поступает звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который, введя в заблуждение потерпевшего, сообщает о необходимости перевода денежных средств на безопасный счёт с целью предотвращения финансирования экстремистской деятельности. Неоднократно на имя потерпевшего также оформляются значительные суммы кредитных обязательств, которые переводятся также на реквизиты, предоставленные якобы сотрудникам правоохранительных органов. Так, 58-летняя Ельзовчанка подарила мошенникам 2 миллиона 300 тысяч рублей. А у 62-летней жительницы Петропавловска украли 5 миллионов 600 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Хочется попросить руководителей организаций провести профилактическую беседу с личным составом и сотрудниками ваших организаций о том, что данные звонки никогда не поступают посредством мессенджеров, а все указания раздаются лично, либо в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Хозяйка резиновой квартиры в Петропавловске пойдёт под суд. Её обвиняют по уголовной статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина». Как полагает орган расследования, обвиняемая в период с 2021 по 2023 год представляла в уполномоченный орган документы, на основании которых более 200 иностранцев поставлено на учёт по месту пребывания, принадлежащим ей на праве собственности жилом помещении. Такие действия произведены ей без намерения предоставления квартиры в пользование и фактически прописанные комлица не проживали. Иностранцы сняты с регистрации и привлечены к ответственности. Уголовное дело направили мировому судье Петропавловского судебного района для рассмотрения по существу. Закладчиков ищут камчатские полицейские. В краевой столице патрулируют биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова и лыжную базу «Лесная», а также прилегающую к ним территорию. Напомним, что прошлой зимой в районе патрулирования были задержаны несколько граждан, причастных к незаконному обороту наркотиков. В частности, в декабре 2022 года сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков 21-летнего гражданина одной из стран СНГ, который хранил с целью сбыта наркотическое вещество «Мефедрон». Из незаконного оборота было изъято 30 закладок общим весом более 50 грамм. В настоящее время судом ему назначено наказание – пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Рейды на открытых спортивных объектах будут проводиться постоянно. К работе привлекают сотрудников госавтоинспекции и кинологов со служебными собаками. Сразу с проведенным электроснабжением будут вдавать участки участникам СВО и членам их семей на Камчатке. Кроме того, ко всем будет нормальный подъезд. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов. Мы берем на себя обязательства, чтобы были подъездные пути. Конечно, не сразу в асфальте, в начале грунтовый, но каким-то образом подъехать возможность должна быть. Электричество – это то, что будет обеспечено. По возможности другие коммуникации тоже будем стараться реализовать. Газ там, где есть в непосредственной близости, водоснабжение, водоотведение. Но это не относится к обязательным, так скажем, гарантированным направлением будем стараться, но это будет уже зависеть от конкретного местоположения участка. Первые участки планируют выдать уже в этом году, а в следующем, как надеется губернатор, начнется их освоение. Много участков уже подготовлено в Елизовском районе. Здесь надо отметить такую проактивную позицию. Это и Новолесновское сельское поселение и ряд других в районе Вулканного. Сейчас готовятся дополнительные участки с Минобороны тоже взаимодействуем, потому что бы расширить. Есть возможность выбрать либо быстрее земельный участок в Елизовском районе, либо немного подождать придется. И вот в городе участки, о которых я говорил, тоже будут доступны. Заявление на получение земельного участка можно подать в МФЦ. Подробную информацию о перечне документов, о сроках и порядке их рассмотрения можно узнать, обратившись в любой офис «Мои документы». Помогают участникам СВО и их близким пройти переобучение и трудоустроиться. Более 60 человек с начала года обратились в кадровый центр Камчатки. Дополнительные меры поддержки военнослужащих и членов их семей действуют в регионах страны по поручению президента России Владимира Путина. В этом году к нам обратились за содействием в подборе работы 9 ребят, которые вернулись со специальной военной операцией, а также обратилось 57 членов семьи участников СВО. Кроме того, что со всеми гражданами проводится профориентационная работа, оказываются услуги по социальной адаптации, психологической поддержке, также всем гражданам предлагается пройти профессиональное обучение, повышение квалификации или переподготовку. В центрах занятости за каждым обратившимся закрепляют кадровых консультантов, которые отрабатывают все вопросы с гражданами. Кроме того, что непосредственно оказывается содействие в трудоустройстве как участникам специальной военной операции, так и членам их семей, в летний период мы оказывали содействие в трудоустройстве детям, участникам специальной военной операции. 24 ребенка в рамках летней занятости были трудоустроены. В центре занятости можно найти работу не только по найму. Некоторые оформляют самозанятость или регистрируются к АКП. Конечно же, каждый гражданин приходит со своей целью. Кто-то приходит с целью поменять свою жизнь кардинально и получить новую профессию, специальность, которая отличается от той, которой раньше занимался человек. Кто-то приходит повысить квалификацию. Зачастую это женщины, которые занимались длительный период времени воспитанием деток и после отъезда супруга они вынуждены выйти на работу. Для этого им необходимо либо повысить квалификацию, либо, опять же повторюсь, получить новую какую-то профессию и стартовать в профессиональной своей деятельности. Подробную информацию можно узнать в отделениях кадрового центра по месту жительства. Во второй части выпуска МАЗ Медиа Камчатка смотрите. Заключить социальные контракты могут жители Петропавловска. Семинар-тренинг по актёрскому мастерству прошёл в краевой библиотеке. Ледовые катки для взрослых и детей откроют в столице региона. Подробности далее. Предвыборная встреча была, и люди жаловались. Выслушать жалобы избирателей и решить их проблемы – это, пожалуй, важнейшая часть работы народных избранников. Представители законодательного собрания Камчатского края, депутату 8-го избирательного округа Ирине Унтиловой обратились жителями к району Северо-Восток. Несмотря на то, что эта часть Петропавловска достаточно новая, проблем здесь немало. Особый дискомфорт местные жители испытывали в осенне-зимний период в районе домов по улице Дальневосточная, Ларина и 70 лет Победы полностью отсутствовало освещение. Очень много мы писали во все инстанции, наша управляющая компания, также на телевидение очень много обращались, тоже так же. Но вот в сегодняшний момент, как мне дали пояснение Унтилова Ирина Леонидовна, только благодаря ей вот у нас сдвинулась точка. Во время предвыборных встреч жители нового микрорайона пожаловали с депутатом, что на этом участке расположено 50 опор освещения с подземными коммуникациями, но они не работающие. Более того, бесхозны здесь и детские площадки. Как выяснилось, причина всех бед одна – сеть освещения объекта благоустройства не передали на баланс муниципалитету. Проводились достаточно сложные вот эти формальные процедуры. Наконец-то все они завершены. Все это хозяйство передано в город, его приняли. И сейчас можно проводить конкурсы и отыгрывать бюджетные средства для того, чтобы ввести их в рабочее состояние. Мною после переговоров с главой города были изысканы дополнительные средства, и мы направили их из краевого бюджета, потому что, ну действительно, это безопасность людей, особенно вот в осенний период, зимний период. Это безопасность людей, детей, которые идут в школу. Поэтому вот сейчас мы были на месте, чтобы посмотреть, как ведутся работы. Увидели, что уже основная часть работы с точки зрения подключения к сетям сделана и питание проведено. Сейчас осталось заменить сами светильники. И я думаю, что надеемся, что к Новому году у нас здесь будет вот такая иллюминация. Необходимые деньги, а это около 1 миллиона 200 тысяч рублей, поступили в местный бюджет из регионального резервного фонда. Более того, на сегодня уже определены подрядчики на восстановление уличного освещения. Сейчас после того, как мы закрепили это имущество в муниципальную казну, у нас появилось юридическое основание для того, чтобы ее эксплуатировать, содержать. Благодаря финансовой поддержке Камчатского края мы смогли отконтрактоваться и уже проложить воздушным способом. Вы можете видеть, линия кабельная проложена. На следующей неделе планируем ее испытать, проверить, как это работает со старыми светильниками. В декабре планируем уже подключить на постоянной основе и заменить светильники на светодиодные для того, чтобы вся линия детского сада 25, то древневосточный 25 функционировала. Камчатский депутат Ирина Унтилова решила также вопрос уличных детских площадок. Игровые зоны уже передали на баланс муниципалитета. А раз теперь есть хозяин и ответственное лицо, то площадки будут обслуживаться и ремонтироваться. Депутат это и есть человек, который с собой представляет такое связующее звено, обратную связь между властью и населением. И поэтому все наши депутаты достаточно часто бывают по кругам. В округах мы слушаем, слышим, что можем, решаем. В июле мы выезжали, тоже встречались с жителями. Здесь нужна автостоянка, потому что действительно место есть для автостоянки. Машины ставить негде. Ну, это тот запрос, который есть в каждом микрорайоне. Вот здесь возможно это решить по предложению жителям. Сейчас мы изучаем этот вопрос. Общая стоимость 5 миллионов. Бюджет, конечно, сложный, но по итогам там первого квартала будем смотреть. И есть запрос на Ларина 11. Лестница, однородная тропа зимой строится. Люди карабкаются по этим снежным ступенькам, что очень неудобно. Поэтому тоже будем смотреть, насколько возможно благоустроить с точки зрения, опять же, удобства жителей. Ирина Унтилова последовательно решает поставленную жителям северо-востока задача по наказам людей. Построена дорога от перекрестка на Таранца-Ларина. Восстановлена спортивная площадка на Савченко-35. Заасфальтирована территория детского сада номер 43. Также появилось новое игровое уличное оборудование в детском саду номер 8. Установлена система контроля и безопасного входа в школе номер 42. Под контролем депутата идет строительство нового блока школы номер 40. В планах строительство стадиона в детском саду номер 25. Мир детства и парка культуры в детском саду номер 70. Россияночка. 12 проектов некоммерческих организаций Камчатки выиграли краевой конкурс грантов. На их реализацию направят более 8 миллионов рублей. Победители определили в ходе заседания конкурсной комиссии. Мы сегодня подводим итоги второго грантового конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций 2023 года. Напомню, что у нас второй грантовый конкурс был тематическим. Заявки принимались по трем направлениям. Патриотическое воспитание, деятельность в области возрождения российского казачества и поддержка участников специальной военной операции членов их семей. Последнее направление было впервые введено в конкурс грантов. Это не случайно. В обществе ведется активная работа по поддержке наших бойцов и тех, кто ждет своих родных дома с победой. Поэтому важно, чтобы проекты наших социально ориентированных некоммерческих организаций могли затрагивать эту несомненно значимую тему. На конкурс заявили 27 проектов. В ходе оценки три пришлось снять. Больше всего проектов поступило по направлению поддержка участников СВО и членов их семей. Реализовать свои проекты некоммерческие организации смогут с 30 ноября этого по 30 ноября следующего года. Отметим, в ходе первого конкурса победителями признаны 26 проектов. На общую сумму почти 22 млн. рублей. Заключить социальные контракты могут жители Петропавловска. Горожане, которые хотят трудоустроиться, могут получить материальную помощь от государства. У нас три направления. Одно из них – это для развития индивидуально-предпринимательской деятельности. Второе – это для выхода из трудной жизненной ситуации. И третье – это при поиске работы. Одним из самых востребованных направлений является поиск работы. С начала года в краевой столице уже заключили 65 социальных контрактов с жителями, чей доход ниже прожиточного минимума. Из них 23 человека нашли постоянное место работы, ещё 12 прошли переобучение. В рамках этого направления поиска работы у нас гражданин при заключении с нами социального контракта получает первую выплату в размере прожиточного минимума. И в дальнейшем после официального трудоустройства он получает ещё три выплаты. Также в рамках этого программы гражданин может получить дополнительное образование, пройти какие-то курсы повышения квалификации, либо переобучиться. С начала года жителями краевого центра всего заключили 156 социальных контрактов. 71 на развитие собственного дела, 65 на поиск работы и 20 на выход из трудной жизненной ситуации. Узнать подробности и записаться на консультацию можно по телефонам, которые указаны на ваших экранах. Обратиться по вопросу заключения социального контракта можно также лично. По адресу Петропавловск, улица Ленинградская, 72, кабинет 3. Режим работы – вторник, среда, четверг, с 9.30 до 17 часов. Перерыв с часу до двух. Поговорили о родине. Очередной разговор о важном прошёл в камчатских школах. Так, в понедельник, 27 ноября, школьники и педагоги обсудили понятие малой и большой родины, обратились к истории и культурному наследию страны, а также узнали о выставке в форуме «Россия», которая проходит в Москве. Мне понравилась выставка «Атом», потому что там были самолёты и машины, они мне очень нравятся. Мне очень понравилось всё на выставке, но то, что мы не можем побывать там в Москве и посмотреть её вживую, мы можем посмотреть на видео. Наш педагог рассказал всё очень интересно, я очень была вовлечена в этот процесс. Я не знала о выставке, вообще о выставке «Росатома». Это было для меня новое открытие, столько нового всего появилось, и мне очень нравится, как развивается моя родина. Напомним, что каждый понедельник первым уроком во всех школах России проходят занятия «Разговоры о важном». Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России. Программа на каждое занятие разное. Она подготовлена для школьников с 1 по 11 класс, а также для учащихся в учреждениях среднего профессионального образования. Бытует мнение, что за успешным артистом стоит его природный талант и фантастическая удача. Но это далеко не так. Реальное актёрское мастерство – это нескончаемые тренировки, семинары и тренинги. Вот и у камчатцев, которые давно хотели попробовать что-то новое, избавиться от зажимов и научиться управлять своими эмоциями, выпала возможность изучить азы этого искусства. Семинар-тренинг «Актёрское мастерство. Серьёзно», основанный на методах классической режиссуры, прошёл в Краевой библиотеке во вторник, 28 ноября. Ведущее мероприятие – режиссёр-постановщик, художественный руководитель Камчатского центра народного творчества Дмитрий Пасечник. Я говорю о методах классической режиссуры и мастерства актёров в каждое событие жизни. То, что помогает нам решать какие-то жизненные ситуации. Как говорит один мой приятель, проблем нет, есть круги задач, мы их решаем. Вот об этом мы говорим, даём им какие-то инструменты из классической опять же школы. Всё, что связано с работой над своим телом, над своим голосом. Занятия по актёрскому мастерству помогают научиться общаться, познавать мир и себя, адаптироваться в любой социальной среде. Ведущий не просто рассказал теорию, но и вместе с присутствующими выполнил дыхательную гимнастику и базовые упражнения, чтобы камчатцы прониклись всей этой атмосферой и ближе познакомились с актёрским мастерством. Актёрское мастерство – это серьёзная работа над собой. Эти занятия могут пригодиться каждому, независимо от рода деятельности и возраста. Более чем за 20 лет опыта пришло к тому, что не делить по возрасту, по полу, по вероисповеданию. Все мы люди и порой очень многие и большие колоссальные знания я получаю у учеников детей. Большие колоссальные знания я получаю у учеников взрослых. Были группы, где самым младшим было 6, самый старший – 36. Спокойное, комфортное существование. Подобные занятия на Камчатке проводят регулярно. Организовывают тренинги и мастер-классы по актёрскому мастерству как для школьных театров или домов культуры, так и для всех желающих. Ледовые катки для взрослых и детей откроют в Петропавловске. Подрядчик скоро приступит к работе по заливке. Бесплатно покататься на коньках горожане смогут на площадках при школах номер 3, 11, 30, 42 и 45. Традиционно каток появится в районе фонтана на шестом километре. Также к Новому году откроют общественный каток в спортивном парке «Спартак». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok